Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. В этом видео я, Пашки Ивич Анна, расскажу о том, как правильно и эффективно высадить огурцы в открытый грунт. Прежде чем рассказать об этом, нужно вспомнить, что огурцы можно высаживать как через кассетную рассаду, возраст 10-15 дней, так и через горшечную рассаду, которую можно подержать 25, 30 и даже 35 дней. Если вы передержите рассаду выше этих цифр, которых я сейчас назвала, то высока вероятность того, что ваша рассада будет хуже приниматься, будет хуже расти, развиваться ввиду того, что она будет, скорее всего, угнетенная и болеть. Также можно высевать огурцы в открытый грунт прямым севом путем выкладки семян. И можно совмещать как рассадный, так и безрассадный способ выращивания огурцов таким образом вы увеличите интервал поступления зеленца или огурца на свой стол и будете удовлетворены своими урожаями. Конкретно сейчас я покажу, как высаживать в открытый грунт рассаду огурца. Возраст ее около 15 дней. У нас обычная кассетная рассада. Что не любит огурец? Огурец не любит холод, голод и сухую почву. Для того, чтобы обеспечить огурец теплом, точнее корни, чтобы были обеспечены теплом, необходимо подготовить грядку под выращивание огурцов. Лучше это сделать с осени. Например, заложить туда навоз, компост, какие-то дренирующие материалы. Если вы этого не сделали, то можно это сделать весной, еще до наступления глобального потепления, которое приходится к середине мая. Если вы и это не успели сделать, то можно экспериментировать правильно это делать, конкретно при высаживании рассады в лунку. Что для этого необходимо? Для этого мы возьмем небольшое количество крапивы или любой другой зеленой травы, сочной, которую вы найдете у себя на огороде. Предварительно ее измельчите. После этого хорошо ее перемешаете, присыпите почвой. И, что самое важное, прольете небольшим количеством воды. Такое зеленое удобрение со старта будет обеспечивать наши огурцы дополнительными элементами питания. В процессе перепревания будет также выделяться углекислый газ и азот. И, что немаловажно, необходимое корням огурца тепло. После того, как вы заложили вашу зеленую траву или крапиву в лунку, необходимо приготовить торфосмесь или почвосмесь. В моем случае она уже приготовлена. Как можете это сделать вы? Например, взять две части торфа, одну часть компоста, одну часть хорошего перегноя. Также в качестве разрыхлителя можно использовать спененное стекло или перлит, который будет хорошо разрыхлять почву, а также подойдет вермикулит. Какая разница между перлитом и вермикулитом? В последнем случае это склеенная слюда, склеенные частички. Она действует так же, как и гидрогель. Когда почва у нас увлажненная, это вещество напитывает влагу. Когда почва постепенно посушается, он эту влагу отдает корням растения. Соответственно, просыпаем небольшим количеством разрыхлителя. Высыпаем наш подготовленный почвогрунт. Также это все хорошенечко промешиваем и обильно проливаем. И получаем такое вот специфическое болото. Для чего это нужно? Необходимо помнить, что огурцы, как и любые тыквенные культуры, они крайне болезненно относятся к всевозможным пересадкам, перевалкам, пикировкам. То есть они не терпят тех процедур, которые травмируют их корневую систему. И после того, когда вы обеспечите необходимое количество воды в вашу лунку, и таким образом поместите вот прямо в это водное пространство вашу рассаду, вы, во-первых, сами корни будут обеспечены водой, необходимой влагой. Во-вторых, за счет того, что эта вода, она будет постепенно и равномерно обволакивать корневую систему, будут уходить воздушные пустоты, почва будет лучше прилегать к корневой системе, и это будет способствовать минимальному травмированию или полностью исключать такое на корневой системе. После того, как вы поставили вашу рассаду в лунку, необходимо ее просыпать вашим грунтом. Буквально до семядольных листьев с небольшим уплотнением земляного кома, и можно дополнительно также пролить небольшим количеством воды. Фактически на этом этапе можно остановиться и считать, что ваша рассада уже готова дальше расти и развиваться. Если вы смотрите за прогнозом погоды или контролируете этот процесс, то можете помочь вашему растению путем работы по листу таким раствором, как эпин. Для чего это нужно? Сейчас погода неустойчивая, есть температурное колебание, понижение температуры ночью до 7-8 градусов. Растение достаточно подвержено стрессу, и после того, как вы проведете листовую обработку эпином, то вы таким образом способствуете тому, что растение будет обеспечено фитогормонами, которые содержатся в этом препарате, и оно будет лучше расти и развиваться. Также необходимо помнить, что наши растения, независимо от того огурец, томаты или другая овощная культура, они подвержены как болезням, так и вредителям. Для того, чтобы предупредить развитие болезни, конкретно на огурцах, необходимо, например, при высадке положить в лунку, если у вас есть одна таблетка глиоклодина, в этой препаративной формой данной таблетки является триходермом, либо просыпать 5-6 гранул триходермы, или сделать рабочий раствор триходермина и пролить вашу лунку. Поэтому, если мы говорим о защите от насекомых, то первое и самое важное, что необходимо помнить, это срок созревания ваших огурцов. Есть огурцы раннеспелые, есть суперранние, есть среднеранние, есть поздние. Все зависит от того, через какое время вы будете получать готовые урожаи. Поскольку, если мы будем с вами обрабатывать наши огурцы, например, химическими препаратами, которым относится октара, то это вещество, вещество этого препарата, оно входит в растение, всасывается растениями и там находится в течение 60 дней. И если вы выращиваете огурцы раннеспелые, когда урожай получается уже где-то там на 42 день, то, скорее всего, химическими препаратами пользоваться не стоит. Лучше, наверное, обратиться к биологическим препаратам типа фитоверм или бетоксибацелин. Я надеюсь, что это короткое видео поможет вам получить хороший урожай огурцов, а ваши лайки и подписки помогут нашему каналу снимать для вас много интересного и полезного. Всего вам доброго и хороших урожаев! Субтитры создавал DimaTorzok